добрый день уважаемые коллеги тысячу извинений за задержку так долго регистрировалась по новой форме и так тема нашего сегодняшнего занятия геометрия решение задач по теме треугольники на как как какая же должна быть система задач мы сегодня разберем для эффективного вот в процесса обучения и так посмотрите пожалуйста по напомню вам пиза 2018 год вот результаты уровня читательской грамотности и уровня математической грамотности они полностью коллерируются посмотрите 5 6 уровня высший уровень грамотности читательской 6 процентов наших детей достигли а уровня математической грамотности 8 с небольшим процентом наших детей и 22 процента детей не достигают уровня математической грамотности и уровня читательской грамотности о чем это говорит о том что без читательской грамотности мы не сможем эффективно формировать и нашу математическую грамотность посмотрите растет внизу диаграммы растет читательская грамотность растет математическая грамотность падает читательская грамотность, падает и математическая грамотность. И вот на это нужно обращать внимание и на уроках. Я автор вот новой завершенной линии учебников геометрия 7.9, авторы Берсенева, Сафонова, они находятся в федеральном перечне учебников. Год уже учителя, год как работали, очень хорошие отзывы, очень нравится детям, потому что он в сферовском формате, но это не значит, он подходит к любому УМК по алгебре 7.9 класса, и можно работать только с одним учебником. Но есть и полный шлейф, и вот очень эффективные тетради-тренажеры, уважаемые коллеги, которые эти тетради-тренажеры вы можете использовать не только к нашему учебнику, они будут полезны. Почему? Потому что изначально учебно-методический комплекс вот этот по геометрии, он задумывался и направлен, был нацелен, и там все заложено на формирование именно функциональной грамотности. Поэтому пристальное внимание уделяется и формированию читательской компетенции. Вот в тетради-тренажере, рубрика, есть в каждой главе серия заданий, работаем с текстом, например. И должна вам сказать, что и в учебнике у нас в вопросах и заданиях мы и в задачах ссылаемся на учебник и направляем учащихся читать текст, получить информацию, эту информацию вот усваивать и так далее. Каким же это образом? Вот на что нужно в первую очередь обратить внимание? Во-первых, на освоение терминологии и на формирование умения читать чертеж. Потому что если дети не умеют читать чертеж, они задачу не решат. Какие, вот какие у нас серии упражнений в этой второй главе? Вот терминология. Угол противолежащей стороне, угол прилежащей или сторона прилежащая и так далее. И если дети не понимают эту терминологию, то бесполезно, дальше он, ребенок, в уроке его уже нет. И в геометрии тоже. Поэтому вот архиважно. Вот посмотрите, как делается это у нас. Ну, например, вот упражнение в тетради-тренажере. Изобразите треугольник МНП. Укажите. Угол противолежащей стороне МО, угол противолежащей стороне МП и так далее. Уважаемые коллеги, это... Ну и вот полная отработка вот этого понятия, этой терминологии. Ребенок усваивает, присваивает ее, она становится его информацией и входит в его словарный запас, и он понимает, о чем мы говорим. Или вот равенство... Известно, что треугольники равны. Запишите равенство соответствующих элементов. То есть вот они проверили, прочитали, какие элементы называются соответствующими в равных треугольниках. Вот, пожалуйста, зафиксируйте это. Отработайте. Вот такая серия упражнений. Вот равнобедренные треугольники мы проходим, параграф второй. В каждом случае запишите основание треугольника, боковые стороны, угол, противоположный основанию или противолежащий основанию. Вот, уважаемые коллеги, тоже, видите, мы работаем и с чертежом, мы работаем и с терминологией и так далее. Среди вот второе задание, среди представленных на рисунке треугольников выберите равнобедренные. Они должны выделить цветом основание равнобедренного треугольника и вершину противолежащего основания. Так у них зафиксируется образ, они будут это понимать. Я что-то вот не поняла, у меня сбилась презентация, насколько я понимаю. Ну, давайте мы ее пролистаем, дальше, да, пролистаем и посмотрим. Так, где мы остановились, вот здесь. Вот посмотрите, пожалуйста, то есть вот что такое угол противоположный основанию, да, так, что-то я, что-то у нас, кто-то у нас тоже листает презентацию. Дальше, смотрите, вот на рисунках равнобедренные треугольники, да, дальше вот третье задание. Постройте какой-нибудь равнобедренный треугольник, для которого данной угол является противолежащим основанием. Это очень важно, они путают, да, вот у нас серия заданий на то, чтобы эти отработать, вот такая серия заданий. Прочитайте текст, теперь смотрите, какие еще важные задания, какие важные задачи есть. Прочитайте текст учебника, да, выясните, какую геометрическую фигуру представляет собой биссектриса треугольника, ее особенности, отличие от биссектрисы угла, медиана, ее особенности, высота ее особенности, а дальше создаем зрительный образ, чтобы они умели считывать информацию графическую. Под каждым рисунком подпишите, чем является отрезок АД в треугольнике. Вот, пожалуйста, дети будут понимать. Дальше посмотрите, а дальше символьная запись. Составьте верные утверждения. Можно утверждать, что АД биссектриса треугольника АБЦ, если ребенок должен проанализировать эту запись, соотнести ее с определением и выбрать верное равенство, то есть верное продолжение. Вот такая серия упражнений. Теперь архиважная эта серия упражнений на чтение чертежа. Посмотрите, пожалуйста, сколько дети не умеют решать задачу, не видят. Они не видят, они видят только фигуры, которые заданы явно раз. Вот они здесь видят треугольник, да, там медиана биссектриса свата, здесь они видят четырехугольник с диагоналями, здесь они видят большой треугольник, но может быть еще увидят внутренний треугольник, может быть два маленьких внешних, а вот треугольник МНС уже не увидят, поэтому архиважно уметь читать чертеж и вот целая серия на упражнении. Сколько треугольников изображено на этом чертеже? Вот такая серия упражнений. А вот сколько треугольников изображено на этом чертеже? Уже достаточно более сложный чертеж. Там увидели, поняли, как? Даем более сложный чертеж. Вот ответы. 15 треугольников на этом чертеже может кому-то придется взять, вырезать для урока. Я просто показала. Дальше посмотрите. Усложним эту задачу. известно, что вот равенство отрезков на нижнем основании точка O середина BH. Укажите как можно больше пар треугольник и его медиана. И вот здесь вот тоже очень эффективный способ. Ну что, конечно, дети большой треугольник АВЦ медиану BH видят, треугольник АОЦ медиану OH видят, могут еще увидеть треугольник ДОЕ и медиану OH. И, пожалуй, всё. А дальше кто-то увидит треугольник АОН и медиану OD, треугольник ООН и медиану ОЕ. И очень редко кто из детей видит пару треугольник, например, АБХ и медиану АО. Вот их нужно. Вот это очень эффективное упражнение для того, чтобы учить читать чертеж. Вот я здесь выписала все эти пары треугольник и медиана. Дальше посмотрите, пожалуйста, еще какие эффективные задачи для этого. Вот информация написана на часть информации в тексте, часть информации на рисунке. Ребенок ее должен собрать эту информацию и записать в символенной форме. дано найти и так далее. Вот эффективная работа с информацией, эффективное чтение чертежа и так далее. Дальше что еще? Вот мы даем определение, вот дали определение, да, медианы бисектриса, треугольника и так далее. И тут же даем рисунок. Какая конструкция невозможна? Вот какая из этих конструкций невозможна? И смотрим, да, то есть ребенок должен проанализировать. Зрительный образ у него попадает, ну, создается. Он анализирует, учится анализировать чертеж, учится работать с информацией, да, вот формируем функциональную грамотность. Конечно, невозможна конструкция В. Там почему? Потому что там из одной точки проведены две высоты, то есть два перпендикуляра, из точки А проведены два перпендикуляра к прямой CH. То есть на что это? На что это задача? Для главы второй. На то, что из одной вершины к противоположной стороне можно провести только одну высоту. Вот так мы и отрабатываем. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Вот тут серия задач. Как даем окружность, два диаметра, соединяем концы, какие геометрические фигуры равны. Нужно посмотреть. На что эта задача? Ну, во-первых, на, понятно, там в первом признаке равенства треугольников, да, и равнобедренный треугольник. Но эта задача на то, чтобы вот увидеть равенство, элемент, равенство сторон, равенство углов и применить вот признаки на чтение чертежа. И нужно как можно больше, вот как можно больше установить и фактов. Дальше посмотрите, даем еще один чертеж, а дальше даем чертеж, вот учим детей видеть, учим детей видеть геометрическую фигуру, которая задана неявно, он должен увидеть, он должен вот мысленно увидеть этот чертеж. Вот следующая, третья задача, там нужно будет сделать треугольник, да, и серия этих задач на то, что ребенок должен понимать, если в окружности треугольник, вершина лежит в центре, а две другие на окружности, то это треугольник равнобедренный. Вот, вот, вот это тоже отрабатывать. Значит, вот дан равнобедренный, начинаем изучать пункт 2 второй главы, начинаем изучать равнобедренный треугольник, так. Запишите свойства этого треугольника, да, записали, сколько свойств вы отметили, вот такие задачи, да, или же, вот, посмотрите, который, вот, чтение этого, этих чертежей и так далее, позволит нам уже перейти к задачам более сложным. Вот, используя данное рисунка, докажите, что треугольник АОЦ равнобедренный. Это уже несколько шаговая задача, да. Вот мы рассматриваем треугольники, какие треугольники. До этого мы уже рассматривали, какие там треугольники есть, поэтому ребенок уже, ребенка уже знаком более-менее чертеж. Мы рассмотрим треугольники, нам нужно доказать, что треугольник АОЦ равнобедренный. Значит, что нам нужно доказать, что либо два угла в этом треугольнике равны, да, либо две стороны равны. Еще до признаков медианы, бисектрисы, высоты эта задача идет. Итак, вот смотрите, давайте посмотрим. Значит, наша задача, наверное, нужно доказать либо равенство двух углов, либо равенство двух сторон. Давайте посмотрим сначала, что мы, не знаем, как решать, посмотрим, что мы можем доказать. Какие треугольники здесь еще есть? Вот есть треугольник АБЕ и есть треугольник ДБЦ. Что в этих треугольниках? Ведь вот, кстати, и треугольник АБЦ же, он равнобедренный, и можно все его начать с него, и все его свойства, и равенство углов, и равенство сторон. Что это нам дает? Посмотри. Потом, если это нам ничего пока не привело, смотрим другое, что еще. Коллеги, значит, детям нужно говорить, что если не знаешь, с чего начать, начни с чего-нибудь. Что там есть? Посмотри. И тогда ты выйдешь на решение задачи. Итак, треугольник АБЕ рассмотрим и треугольник БДЦ. Трудные треугольники. Да, это задача уже достаточно высокого уровня, потому что, да, у них вершина Б общая. И смотрите, очень трудно угадать, что там две стороны и угол между ними. Угол Б общий, понятно. Но отрезок БД треугольника АДБЦ равен отрезку БЕ треугольника АБЕ. Там стороны накладываются еще друг на друга. И сторона АБ равна стороне БЕ, как сумма равных отрезков. Значит, эти треугольники равны по чему? По первому признаку равенства треугольников. Так? Отсюда что следует? Отсюда следует, что сторона АЕ равна стороне СД. Ну и много еще другого, но мы берем вот это. Сторона АЕ равна стороне СД. Дальше давайте посмотрим треугольники АДЦ и АЕЦ. И в этих треугольниках сторона АДЦ равна ЕЦ по условию, АЦ общая, а Е равна СД по доказанному, да? Значит, треугольники равны. Из равенства треугольников следует равенство соответствующих элементов. Каких? Тех, которые нам нужны, которые входят элементами и в наш искомый треугольник. Это угол ЕАЦ и угол ДЦА. И вот эти углы равны, а не углы треугольника АУЦ. Значит, по признаку треугольник АУЦ у нас равнобедренный. Эту задачу можно... Понятно, да? Треугольник АУЦ равнобедренный по признаку. Итак, следующая задача. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Вот, как и по данным чертежа установите как можно больше равных треугольников и докажите их равенство. Задачи на готовых чертежах экономят время, да? Не надо... Не обязательно нужно записывать каждую задачу. Надо учиться рассуждать. Безусловно, надо и записывать задачу. Здесь баланс нужен. И вот посмотрите, пожалуйста, выбирают как можно больше равных треугольников. Записываем. Значит, дальше серия задач. Ну и вот как мы почитали этот чертеж, теперь переходим к задаче более содержательной. Доказать нужно, что треугольник АВЦ, вот эти треугольники, заходящие друг на друга с общей частью, равен треугольнику МВЦ, да? И что второе? Треугольник АВЦ равнобедренный. Нам даны равенство двух отрезков АМ и НЦ и равенство углов АМЦ и ЦНВ, внешних углов треугольника АВЦ. Вот что здесь дети должны, на что нужно обращать внимание? До равенства треугольников АВМ и БНЦ не хватает одного элемента, да? Но если мы заметим, что АМВ, это угол БМН, это смежные углы, точно так же, как и смежные углы БНЦ и БНН, так? То по свойству смежных углов смежные с равными углами тоже будут равны. Окажется, что углы треугольника БМН, углы МН этого треугольника, они равны, да? А значит, по признаку треугольник равнобедренный, так? Значит, отсюда следует равенство боковых сторон БМ равно БН, так? Ну тогда можно рассмотреть уже треугольники АВН и МВС и доказать их равенство. Из равенства этих треугольников будет следовать равенство сторон АВ и ВС и треугольник АВС равнобедренный. Можно было по-другому доказать, что треугольник АВС равнобедренный, увидев, что АВ равенство треугольников АВМ и треугольника БНЦ, равенство этих треугольников. Вот, из равенства, следует равенство сторон АВ и ВС, и потом уже доказывать вот равенство треугольников АВН и МВС. То есть можно вот эту задачу дать двум вариантам, только условия, вот немножко поменять условия, да? Одним А, потом А и В поменять условия другому варианту. Вот, пожалуйста. Или другому ребенку, если он уже успешно все выполнил, задачу. Ну и когда вот мы порешаем целую серию задач. Вот смотрите, на биссектрисе БМ треугольник АВС отметили точку М, да? Известно, что МД – высота треугольника, и докажите, что треугольник равнобедренный. Вот на признаки уже и вычислительную задачу, и такие вот содержательные задачи уже вот такого характера. Вот посмотрите, да, вот этот вот, вернемся к этому чертежу. Вот далее чертеж, рисунок, да? Известно, что центр окружности. Укажите как можно больше фактов, исходя из данных чертежа. И этих фактов набирается, вот посмотрите, их сколько, да? И равенство углов, и равенство сторон, и равенство треугольников, и так далее. Потом эту задачу можно использовать уже при изучении темы параллельность, да? Доказать, что хорды параллельны. При изучении темы окружность, и так далее. Вот если мы эту задачу используем несколько раз, и когда мы приходим уже к окружности, то дети теоремы эти доказывают уже сами. Она, им эти задачи знакомы. И мы строим систему упражнений так, чтобы вот эту пропедевтику провести. Все свойства параллелограмма через признаки равенства треугольников мы изучим. Да? И свойства, и признаки параллелограмма, и так далее. Поэтому теорема для детей уже не будет такой сложной, да? Теорема будет ясной и понятной. Мы ее несколько раз в задачах прорешали. Ну вот, пожалуйста. В четырехугольнике вот противоположные стороны попарно равны, да? Не было в этом четырехугольнике, не было... На что еще серия задач? На дополнительное построение, на возможность увидеть геометрическую фигуру. Он должен увидеть этот треугольник, который ему поможет, да? Вот, значит, нужно сделать дополнительное построение, применить признак равенства треугольников, найти соответствующий элемент искомому, и вот найти... Тем самым найти величину угла. Вот такая вот... Вот такие задачи, их много. Ну и вот смотрите, что еще очень важно. Вот это вот двухшаговое... Вот до этого были там четырехшаговые задачи, да? И они детям кажутся гораздо более понятными, чем вот эта вот задача. Всего двухшаговая на признаке равнобедренного треугольника. А и она не решается. Итак, в треугольнике АБЦ медиана АМ перпендикулярно бисектрисе БК. Нужно найти БЦ и так далее. Здесь очень трудно сделать чертеж. Поэтому нужно... Вот есть целая серия задач, которая готовит детей к тому, что нужно несколько раз переделывать чертеж. Чертеж должен максимально, чтобы он помогал, максимально отражать условия. Вот целая серия таких вот задач. Если грамотно сделать чертеж вот этот, начать с бисектрисы, ну и потом отложить отрезочек на одной стороне угла, провести медиану перпендикулярную бисектрисы, достроить нужные треугольники, то тогда мы увидим и обозначить. Еще учим детей всю информацию текстовую наносить на рисунок, вот там рисочками и так далее. Значит, у нас есть задания такие. Вот геометрия принято рисками обозначать равные там отрезки или равные углы дужками. Вот как это делается. Ну, начертите, отложите там равные отрезки и отметьте рисками. То есть целая серия заданий у нас такая тоже есть. Вот и здесь тоже. И смотрите, что здесь, чего не видят дети. Вот зачем нужна предыдущая серия, о которой я говорила, читать чертеж, находить как можно больше равных элементов, как можно больше фактов, геометрических фигур и так далее. Потому что они не видят. Они видят большой треугольник АБЦ, видят медиану, видят бисектрису, видят медиану и бисектрису и не видят другие геометрические фигуры. Вот какой треугольник АБМ, он же очень интересный. В нем бисектриса является высотой. Значит, это треугольник равнобедренный. И дальше задача уже решена. Раз треугольник равнобедренный с основанием АМ, значит, АБ равно БМ. БМ половина БЦ. Значит, мы нашли сторону БЦ. То есть двухшаговая задача. Вот такие задачи нестандартные. Они должны быть. Тогда вот посмотрите, пожалуйста. Вот очень эффективная задача, эффективное упражнение для умения видеть чертеж. Вот дан равнобедренный треугольник. И точка О является точкой пересечения его медиан. Найдите как можно больше равных треугольников. Раз. Там можно найти прямоугольные треугольники. То есть очень много здесь. Здесь еще дана эта задача уже на решение прямоугольного треугольника. И уже после того, как провели медиану бисектрису высоту. Но вот как пропедевтику, вот этот вот чертеж, чтобы они видели. Что здесь? Дети не видят треугольник АОМ. Да, который ключ к решению задачи. Медиану БМ они худо-бедно найдут. Известные основания и боковая сторона. Так? А вот нужно, чтобы они видели и вот эти вот треугольнички ключевые, которые помогут им решить задачу. В этом треугольнике известен весь отрезок ОМ. Значит, у нас есть серия задач. Нужно найти часть. Если мы найдем часть АО, то мы найдем и целую медиану. Вот такие. А для этого нужно учить видеть, видеть вот этот вот чертеж. Значит, вот, ну вот, вот задача. Она задача уже из другой главы. Итак, дальше посмотрите, пожалуйста. Вот серия, видите, вот серия задач. У нас задачи есть в учебнике на готовых чертежах. И не только на готовых чертежах, да, но у нас задачи есть и в тетради-тренажере. Некоторые задачи у нас дублируются по аналогии. Почему? Потому что вот сфера, учебник сделан в сферовском формате, тот, который выбирают дети. Учебник, уважаемые коллеги, в пятом-шестом классе нужен и тетрадь-тренажер, и учебник. Здесь достаточно одного учебника. Если нет возможности купить, конечно, тетрадь-тренажер – это вещь шикарная, да. Она, правда, интересная очень получилась. Вот. То можно. Но если учителя есть и одно, и другое, мы показываем, где дублируется, да. То есть у него уже есть четыре задачи. Потом у нас задачи есть, задача А, все задачи базового уровня, ну, 99%. И очень большое количество задач и повышенного уровня, ну, высокого уровня не всегда удается продублировать задачу. Задачи, они дублируются, ну, по идее, идейно, да. Если на первый признак в одной... В задаче А нужно найти стороны, то там в задаче Б углы. Для чего? А прорешали в классе, Б можно прорешать дома. Или вот ту же идею повторить еще раз. Вот это вот есть. Итак, смотрите, пожалуйста. Ну, вот сейчас давайте разберем, какие еще. Вот вы прошли первый признак равенства треугольников, да. И даем на отработку вот существенных признаков задания. Вот треугольники. Угол С равен углу Ф. Там две пары равных сторон тоже равны. Выполните сами рисунок, то есть из собственной деятельности получайте факты. Можно ли установить равенство треугольников? Анализируйте, смотрите, да. Если да, то докажите, если нет, объясните почему. Вот когда проходим равенство, очень эффективная задача. И еще, видите, сначала очень много простых заданий должно быть. Потом уже вот на высокий уровень выходить. Вот смотрите, еще задачи. Равенство каких элементов нужно добавить на рисунки, чтобы можно было убедиться в равенстве треугольников и так далее. То есть вот дети должны соотнести признак. А можно, когда уже несколько признаков поймем, пройдем. Чтобы были равны по первому и по второму признаку. По первому признаку, по второму признаку, да. По первому признаку, по третьему признаку и так далее. Вот такая серия задач, она тоже есть. Итак, вот смотрите, начинаем решать задачи мы с очень простых задач. Вот я вам показывала, начертите треугольник в тетради-тренажёре и укажите стороны противоположные и так далее. В учебнике аналогичная задача, вот стоит буква Т, первая самая. Рассмотрите рисунок и назовите стороны противоположные, то, сё, пятое и так далее. Дальше смотрите, найдите на рисунке отрезки, которые являются высотой треугольника, медианой. Вот отрабатываем. Дальше задание на готовую, на клетчатой бумаге. Это нам просто нужно. С помощью, используя свойства клетчатой бумаги, проведите медианы, проведите высоты треугольника, вот, ну и так далее. Начертите прямоугольный треугольник и проведите там с помощью линейку одно из его медиан, вот, ну и так далее. Вот такая серия задач. А уже дальше мы выходим на более высокий уровень. Причём, что ещё важно? Вот рубрика «Неверно», вот эти верные и неверные утверждения, это идеальная задача. Вот рубрика «Неверно», там мы выделяем типичные ошибки, пропедевтика типичных ошибок. Вот прочитайте высказывание. Медиана равнобедренного треугольника является его высотой и биссектрисой. Как нужно изменить это высказывание, чтобы оно стало верным? Вот, пожалуйста. То есть, и вот устанавливаются факты, тоже эффективное упражнение. Дальше посмотрите, ну вот, показываю. Прочитали медиана, биссектриса, высота, вот первое задание тоже начинается. Значит, что такое биссектриса треугольника, её особенности, отличие от биссектрисы угла, что такое медиана, её особенности, высота, её особенности. И дальше зрительный образ. Под каждым рисунком запишите, да, вот, чем является данный отрезок. Дальше вот классификация. Ну, такие я уже, я стандартные задания пытаюсь не брать, их все знают. Но они тоже нужны, они тоже есть, безусловно. Вот дальше. На рисунке изображены равнобедренные треугольники. Вот, мы начинаем, а дальше заканчиваем. Найдите периметр, с правой стороны задания уже другие. Найдите периметр этого треугольника. Вот верно ли высказывание, выполните рисунок, да, и убедитесь, верны они или нет. Вот, пожалуйста. А дальше уже мы работаем, работаем с этими чертежами, находим периметры, находим то и всё. Укажите как можно больше равнобедренных треугольников. Вот. И, а дальше у нас идёт достаточно, вот, например, выходим на высокий уровень. Медиана АМ разбивает треугольник на два треугольника. Выпишите рисунок, ну, в соответствии периметров, да. Выпишите, выполните рисунок и запишите формулу периметра для каждого треугольника. Сравните, для каждого из получившихся, их там три, да. Сравните сумму периметров треугольников, ну, двух маленьких треугольников с периметром большого треугольника. Сделайте вывод, да. Найдите периметр, то есть, вот, посмотрите, деятельность учащихся, она направляется, да, вот этой вот системой заданий. И вот найдите периметр треугольника и дальше отрабатывается. Увидели закономерность? Находите. Увидели закономерность? Находите. Ну, и дальше опять применяем, вот, в различных вариациях. Найдите там стороны или периметр. Отрабатываем вот это вот понятие. Значит, что еще? Так что ж такое? Вот этот, вот эта задача более крупная, о которой я говорила. Найдите периметр треугольника, если периметр маленьких треугольников есть, и дана медиана. А следующая задача, найдите медиану. Если известно, что периметр треугольника большого есть, и периметр маленького треугольника только одного есть. Вот достаточно этого для того, чтобы найти медиану. Вот такая вот, вот такие задачи. Вот, посмотрите, задача исследования. Вот мы исследуем формулу периметра. И что будет, если изменить периметр? Как изменятся там стороны и так далее. Стороны увеличиваются, уменьшаются. Вот это вот. Что произойдет с периметром? Что произойдет стороной? Можно ли разбить равнобедренные? А дальше уже сначала начинаются в задачах исследования достаточно простые задания. Вот что будет с периметром треугольника, если его сторону там изменить? Уменьшить или увеличить две, ну, например, равнобедренные. И так далее. А дальше. Можно ли разбить равнобедренный треугольник на два треугольника одинакового периметра? А можно ли это сделать с другим треугольником, неравнобедренным? Объясните, почему. И вот, значит, объясняем, почему. Ну, вот видите, всевозможные вариации задачи на готовых чертежах. Вот они здесь есть. Задачи, видите, разноуровневые задачи. Светлые плашечки с номерами заданий – это задачи базового уровня, а темные – это задачи уже повышенных уровней, выше базового и до олимпиадных задач. Вот, пожалуйста, следующее. Посмотрите, треугольник в треугольнике у нас, да, и нужно вот эта серия задач тоже уже высокого уровня. А начинается, вот если вы посмотрите, пункт 2.4 – это второй признак равенства треугольников. И посмотрите, пожалуйста, с каких простых задач начинается. Укажите равные треугольники, да, какой элемент нужно добавить. Дальше уже более сначала, вот задача просто – две пары треугольников, да, а дальше по-всякому повернутые. А дальше, посмотрите, пожалуйста, мы уже переходим на геометрическую фигуру, достаточно простую. Вот видите, свойства параллелограмма, да, диагональ делит параллелограмм на два равных треугольника, пропедевтика. Да, и уже в восьмом классе, изучая тему четырехугольника, ребенку будут понятны вот эти все теоремы и свойства, и он будет легко их доказывать, не составлять никакого труда. Дальше переходим к более таким вот сложным чертежам, да, ну где-то тут равна вершина, ну вот различные комбинации. А потом уже перейдем к более сложному чертежу, где геометрические фигуры, вот треугольники заходят друг в друга, вот, вот и вот, да. Но это более легкий рисунок, а вот более сложный. И целая серия задач вот на эти вот комбинации фигур. Ну и тут различные, видите, дальше различные комбинации фигур. Фигур вот мы доказываем, доказываем и используем все признаки равенства треугольников. Вот такие вот, вот смотрите, вот следующее, видите, как много задач на готовых чертежах. Задачи на клетчатой бумаге, задачи, где привлекается и стереометрический материал, наглядная стереометрия тут обязательно нужна. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Что, значит, что еще? Какая серия задач? Вот серия задач, где ребенок должен увидеть треугольник. Его нет. Он должен его мысленно увидеть и сделать дополнительное построение. Вот согласитесь, что если на начальном этапе, вот вторая глава, треугольник, самая вот фигура, одна из самых простых, но и самых уникальных. Дети должны понять, что треугольник – это гениальная фигура. Там столько таких свойств необыкновенных. Это же и красота геометрии, и все, что… и красота мышления, и умение работать с информацией. Ну что такое треугольник? Три стороны и три угла. А такая гениальная фигура – сколько замечательных свойств. В общем, у нас эти тоже свойства рассматриваются. То есть внимание все-таки больше на содержательную часть, чем на вычислительную геометрию. Эти, безусловно, задания присутствуют. И, ну вот, вернемся сюда. Ребенок должен увидеть треугольники. Да, здесь. Ребенок вот в этой фигуре. Он, во-первых, должен увидеть пирамиду. Внизу крайний справа рисунок. Он должен увидеть пирамиду. Раз. И он должен увидеть и треугольники различные, которые ему нужны. Вот такая серия задач. Вот здесь вот все задачи второй главы я вынесла сюда. Дальше, ну вот, задачи высокого уровня. Уже нужно доказывать, ну вот, дельтоиды, соотношения там в дельтоидах различные и так далее. Тоже есть задачи. Ну и есть задачи, вот они от магистрской такой вот шапочкой отмеченной. Это задачи для внеклассной работы, для подготовки к олимпиадам, для развития, вот для индивидуальной работы. Ну, например, можно ли два равнобедренных треугольника с равными боковыми сторонами расположить так, чтобы один лежал внутри другого? То есть это вот задачи уже более высокого уровня. Вот, уважаемые коллеги, рубрика «Подведем итоги» в конце – это проверка, ну, планируемые результаты обучения, вот не только математические, но и читательскую компетенцию мы проверяем. Вот готов, вот, пожалуйста, вам готовый ресурс для зачета, да, по главе. Значит, что еще? Ну, вот эти задания уже некогда, поэтому вот посмотрите, пожалуйста, дальше. Мы решали вот ту задачу, где биссектриса перпендикулярна медиане. Если решить одну такую задачу, толку не будет никакого, должна быть система, да, вот формировать вот этот вот процесс умения видеть, умения грамотно в системе. Вот следующая серия задач, она будет уже в четвертой главе. Существует ли треугольник, две биссектрисы которого перпендикулярны через сумму углов треугольника, да, через свойства прямоугольного треугольника? Итак, посмотрите, что здесь важно. Здесь сделали чертеж, и ребенок опять должен увидеть вот этот треугольник МБЦ, да, вот. И опять вот ту же самую идею мы используем, вот другая задача, вот таким образом. Ну, и вот важно понимать, что вот качество образования детей зависит не только от профессиональной подготовки учителя, но и от качества заданий, которые им предлагаются. Вот это вот очень важно. Тогда мы выйдем вот на это задание, если вы, если вы видели вот первые пять заданий, не надо его бояться, нужно просто уделять вот компоненты этого задания, многие были в предыдущих задачах. То есть формировать, читать смысловое чтение, понимать, получать информацию, учить, получать информацию из чертежа, из схемы и из текста. Вот это важно. И серия таких вот заданий у нас есть. Теперь посмотрите, пожалуйста, значит, что еще, на что еще нужно обратить внимание. Ну, конечно, на серию заданий работать по поводу работы с текстом. Это работа с текстом, я уже говорила в предыдущих, не буду сейчас даже, не буду останавливаться, потому что очень мало времени, пора заканчивать. Серия заданий на работу с текстом теоремы, на работу с текстом определения не просто, что там называется медианой, а в каком случае отрезок, там, БМ можно назвать медианой треугольника АБЦ, в каком случае, да, это отрезок, он, выделим существенные признаки, выходит из вершины треугольника, да, соединяет точку с противоположной стороной, середину противоположной стороны, то есть делит отрезок по-другому, как сказать, делит сторону пополам, да, чтобы вот это вот ребенок понимал, вот это вот важно. Значит, что еще? Ну вот теорема условий, так же, как любую задачу, условия теоремы, заключение теоремы, что дано, что доказать и так далее. И вот эти вот задачи, чтобы условия были и на чертеже, и на рисунке, и еще серия обратных задач, сформулируйте по краткой записи задачу, сформулируйте по-другому текст задачи, тогда они будут понимать математическую модель задачи, да, сформулируйте по готовому чертежу задачи и так далее. Ну вот во второй главе у нас не еще приемы, то есть методы и вот приемы мы там не разбирали еще мало, хотя вот этот прием «шагаем по периметру», когда мы разбивали медианы, треугольник, он уже был там, неправильно я сказала, он уже был там описан. То есть вот внимание приемам и методам тоже. В учебнике опорные задачи – это приемы, способы рассуждений обязательно, теоретический материал у нас весь в теории, вот, ну и так далее. Значит, что еще, посмотрите, опыт и эксперимент, вот практическая сторона, практические задания. Вот смотрите, жесткость треугольника, да, дети проходят, проходим третий признак, это что такое, это жесткость треугольника, а что такое жесткость, он тоже не понимает. Проведем эксперимент, из эксперимента ребенок понял, посмотрим, пусть он применит вот эти знания, которые получил. Просим его придумайте эксперимент для доказательства того факта, что прямоугольник не является жесткой фигурой. Может быть, все фигуры жесткие, да, мы показываем, что не все, что это свойство, прошу прощения, присуще только треугольнику. И дальше он уже знает инструмент, как это сделать, берет четвертую полосочку, делает. Мы его просим предложить способ, как сделать конструкцию из прямоугольника жесткой. Это жизненно важная для нас конструкция, рамка для фотографии, та же самая, еще что-то, еще что-то. Вот, пожалуйста, где можно применить этот способ? Вот эти вот практикоориентированные задания. Ну и в конце тренажера каждой главы тест, который поможет вам проверить, усвоен или не усвоен. Ну, можно использовать по-разному и маленькое, самостоятельно, и опрос, и все, что угодно. И такой же тест, ну не такой же, он гораздо больше тестов. Есть в тетради-экзаменаторе перед проверочными работами. Вот перед каждой проверочной работой по главе есть тест, есть тест, проверь себя называется. Вот он более обширный, более объемный, там и верные, и неверные упражнения, и все, и задания на готовых чертежах, и вычислительные какие-то задачи. То есть вот готов ребенок или не готов к контрольной работе, вы можете проверить. Значит, ну что еще? Вот это наш учебник, авторы, Берсенев и Сафонова, номер в федеральном перечне. Посмотрите, пожалуйста. Вот QR-коды к тетради экзаменатору. А я посмотрю вопросы. Уже пора заканчивать. Ну, я вам хочу сказать... Вот вопрос важный очень. Пока в интернете будут решебники, бессмысленны все рабочие тетради и задачи в учебниках. Те, кто пишет в учебнике, не ответят правильно, я... Те, кто пишет решебники, не ответят так, как нам надо с позиции ребенка на условия тетради тренажера. Вы же видели, какие задачи. Как, почему, для чего, зачем, какие свойства, а вот как вы думаете, а что будет в этом случае, а может ли на это отвечать? Очень трудно. Кстати, я не видела ни одного приличного решебника, потому что уважающие себя учители решебники писать не будут. Есть, и даже ГДЗ уже готовы. Детей легко учить, но трудно научить. А ссылка на рабочую тетрадь есть. ГДЗ к нашим рабочим тетрадям, коллеги, где это? Нет таких. В этом наших точно нет. Не успели еще написать, потому что они недавно вышли. В нашем точно нет. Потому что, например, тетрадь тренажер восьмого класса, она вышла месяц или два назад. Написать невозможно. Экзаменатор вышел тоже совсем недавно, восьмого класса. В электронном формате есть данная рабочая тетрадь, но издательство просвещения сейчас переводит в электронный формат рабочие тетради. Когда это будет, уважаемые коллеги, этого я не знаю. Так, ну, наверное, вот больше, больше, наверное, нет, да, больше вопросов нет. Ну, тогда на этом я заканчиваю. Уважаемые коллеги, мы на Ютубе будем выкладывать, в общем, коллеги, ну, сейчас вот такое время тяжелое, да, но Ютубе будем выкладывать лекции, семинары. Невозможно, вот, ограничено количество вебинаров, вот, через издательство просвещения. Поэтому есть и ссылка на Ютубе на издательские вебинары. Но мы, вот, будет у меня еще одна ссылка, и там будем решать трудные задачи, интересные задачи, разбирать вопросы, которые приходят, потому что приходят некоторые вопросы, учителя интересуются. Итак, смотрите, что еще. Очень хорошо, вот где купить? В интернет-магазине издательства просвещения. На сайте, я не знаю, последние несколько дней туда не заходила, но там идет переоформление, найти ничего невозможно. А вот в интернет-магазине вы можете информацию получить по учебникам. Там более такой вот сайт. И, смотрите, вот это было несколько дней назад. Ну, вот, 195 рублей стоит тетрадь. Тетрадь подойдет к любому учебнику, ну, не совсем к любому, к Атанасяну, к учебнику Бутузова, к УМК Мерзляка. И тетради, они, в общем, вот, вас к ВПР, экзамену и вот ПИЗе, они, к этим мониторингам, они, конечно, вас подготовят. Такой эффективный инструмент. Дальше, вот мои данные, кому нужно обращаться, обращайтесь, я помогу. Так, желаю вам, уважаемые коллеги, поступил еще один вопрос, да, или нет. Желаю вам успехов, будьте здоровы, берегите себя. А вот еще что, сейчас, когда вот пандемия, когда очень трудно и тяжело, еще обратите внимание на этот учебник, по нему очень легко работать без, если вот прерывается вещание или невозможно онлайн сообщение, даете задание, прочитать, выполнить упражнения и спросить, прислать вам могут по почте и так далее. То есть вот имейте в виду, что этот учебник, он очень удобен, вот как раз под нынешнюю ситуацию, и тетради, и тренажеры. Ну, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за то, что вы были, за то, что вы находите время, за то, что вы неравнодушны, болеете за свою работу и своих детей. Вы берегите себя, пожалуйста, и своих близких, и своих учеников. Главное сейчас сохранить здоровье. И я вам желаю, чтобы вас, чтобы понимали и ученики, и они начинают понимать, и родители тоже, и родители, что такое учительский труд, и чтобы ценили этот труд, и уважали, и почитали вас. А также и администрация школы. И, в общем, вам здоровья, будьте здоровы, ждите новых вебинаров, если интересно. Если напишите, что нужно, какую тему рассмотреть, я с удовольствием рассмотрю. Следующая тема у нас – это параллельные прямые. Всего вам доброго, будьте здоровы.